Опасное заболевание, которое в кратчайшие сроки убивает животное, птичий грипп, накануне был обнаружен в Татарстане. Вспышка птичьего гриппа произошла на Лениногорской птицефабрике. На сегодняшний день известно уже 15 разновидностей этой инфекции. Примечательно, что это заболевание у домашних птиц не лечится. Классическая чума поражает их организм и вызывает стопроцентную гибель. В отличие от диких животных, у сельскохозяйственных животных нет защиты, нет иммунитета от этого гриппа и обычно приводит к более тяжелому течению заболеваний. Птичий грипп может протекать в двух формах – легкой и тяжелой. В легких случаях у животных отмечают вялость и отсутствие аппетита, без респираторных признаков. При второй форме поражается нервная система. Птица теряет координацию, не реагирует на внешние раздражители, а еще у них пропадает аппетит. Что касается внешних признаков, наблюдаются хриплое дыхание, судороги и почернение гребня и сережек. Отметим, что это острое инфекционное заболевание опасно не только для животных, но и для человека. Если все-таки человек заразился, то заболевание протекает обычно очень тяжело, с очень высокой смертностью, иногда более 50%. Опасность заключается в том, что если птичий грипп сможет адаптироваться к человеку и начать хорошо распространяться от человека к человеку, то это может вызвать очень тяжелую пандемию. В начале недели в Ульяновской области зафиксировали наличие инфекции в продукции птицефабрики. Отметим, что она доставлялась в пять учреждений региона. Раис Республики Татарстан накануне подписал указ о вводе карантина. Теперь все поголовье птицефабрики, а это 220 тысяч кур, придется ликвидировать. Любая продукция, корм и инвентарь также не смогут покинуть стены фабрики. По профилактике здесь, конечно, сложно говорить. Дело в том, что вакцин специально от птичьего гриппа не существует, все-таки вакцина разрабатывается от сезонных штаммов гриппа человека, поэтому в случае вспышки популяция будет практически не защищена от птичьего гриппа. То же самое касается животных сельскохозяйственных, у которых тоже практически не существует иммунитета против этого гриппа. Отметим, что впервые птичий грипп был зафиксирован в Италии в 1878 году. И хотя с тех пор прошло достаточно много времени, классическая чума птиц все еще представляет угрозу. Дарина Кудренова, Маргарита Михайлова, Универ Ньюс.